Здарова, ребят! Мы сегодня с вами поговорим про лучшую пару от бренда New Balance, которая прячется у нас на заднем фоне. В общем-то, с одной стороны, она прекрасна, идеальна, красива, у нее хорошие технологии, она относительно бюджетная, если сравнить с какими-нибудь версиями по типу английский или какие-нибудь из штатов, она будет дешевле раза в два. Но, с другой стороны, эта пара со всеми ее плюсами, вроде бы она там и расцветки имеет интересные, и версии там есть интересные, и т.д. Но все эти плюсы прикрывают один небольшой минус. Я ее вам не рекомендую. Естественно, это субъективный видеоролик, но, в любом случае, устраивайтесь по доме, готовьте чаечку в кофеечку, по классике с вами Астал, и мы начинаем. Что ж, вот он, папа всех кроссовок, бренд New Balance, в обычной, непримечательной, достаточно скучной серой коробке, за 16 или, может быть, даже за 17 тысяч рублей, что на самом деле достаточно дорого, потому что эта модель стоит плюс-минус от 10, а я жертву маркетинга переплатил, во-первых, за свой 11 USA, а во-вторых, я переплатил за интересный цвет, потому что эту пару я хотел себе в коллекцию, потому что New Balance, папа всех сникеров, должен быть у тебя в коллекции, и ты, наконец, нашел интересную пару, которая, вроде бы, так сказать, на хайпе, на популярности такой, я себе ее хочу и оставлю в коллекцию. Поэтому выбрал лучшую расцветку 1906 New Balance, вот такая вот, она винтажная, она эстетически приятная, красивая, знаете, визуально очень-очень нежная, и она мне максимально нравится, потому что выглядит так, немножко состаренный. И вот второй кроссовок, естественно, все то же самое. Почему папа кроссовок New Balance? Потому что, ну, есть такое небольшое представление. Вот смотрите, вот есть Nike Adidas, они всегда были рядом, вместе соревновались и так далее. Есть какой-нибудь Puma Reebok, они там у подножия этих двух брендов валялись, пускай будут еще какие-нибудь Saikon, Asics, Salamone, это вообще отдельная тематика, как вансы для скейтеров, и есть еще какие-нибудь конверсы для девушек, либо для эстетов. И New Balance, тот бренд, который с небольшой короночкой, все время был отдельно от этой двойки. Вот, то есть, на Triumph именно стоят NB-шечки с мини своей коронкой, они даже, если какой-нибудь, знаете, TC открывается, Nike Adidas на втором этаже, New Balance такой, я рядом с этими нищебродами не буду, мне я, пожалуйста, на третий этаж, и ценник на моей кроссовке на 1000 на 2 подороже. Ну, типа, раньше все время такое было, что у New Balance какие-нибудь типовые модели стоили на 1000 на 2 подороже. И ты заходил, понимаешь, что, ну, я лучше обойдусь, я возьму себе какие-нибудь обычные кроссовки от бренда Adidas. Все то же самое, только на 1000 на 2 подешевле. И если сейчас все немножко поменялось, потому что пришел какой-нибудь поздно, кстати, эти кроссы, естественно, оттуда, я отсюда снял бирки, потому что вот эта вот, не знаю, бирюзовая расцветка, бирки, она здесь вообще не вписывалась никак, ни сюда, ни этак. Поэтому сразу я обрезал перед видосом. И, кстати, эту пару я в итоге в коллекции у себя не оставил. Покупал год назад, хоронил-хоронил, и она мне все больше, так сказать, нравилась-нравилась, да и перенравилась, потому что я ее очень часто встречаю на улице, и ее просто стало на самом деле много. И именно поэтому вы ее найдете в моем Astell Shop, и часто после всех обзоров кроссовок, все сникерсы практически отлетают. Мой телеграм-канал, кстати, один с новостями, подписывайтесь туда, и другой, там, где вот попадаются такие вот интересные вещи, и такие-то кроссовочки, и вот они туда и отправятся. В общем-то, это пара, которая напичкана технологиями, они здесь просто кишат. Как вы знаете, предыстория именно этой модели, это 2002 Небеланс, и они у нас выходили года три назад, ну, так сказать, появились на волне популярности, и вы их могли знать оттуда. Потом появилось, так сказать, вот полтора года назад воскресили 1906 Небелансы, они у нас появились на свет, вот на этой же подошве, я 2002, у Кобальта 2002, они понимают, что это все то же самое, и здесь только переиграли вверх, и он мне на самом деле очень сильно понравился. 2002 были классные определенно, но под модель достаточно быстро, потом появилась эта модель. И с ней произошло все то же самое. Вот знаете, есть такие кроссовки, которые вы видите на улице, и понимаете, ооо, вот это кайф, вот это прям однозначный лайк, которые вроде бы уже всем надоели, но с другой стороны, они вам нравятся каждый раз. Вот так у меня происходят с какими-нибудь Adidas формы, какие-нибудь Adidas Easy 500, я их вижу и понимаю, что вот это кайфовая пара, она прям очень классная. И вот какие-нибудь Небелансы 1906 и 2002 Небелансы, я их вижу на улице, и каждый раз думаю, они мне все больше и больше не нравятся. И несмотря на то, что я купил себе максимально классную, очень красивую, эстетическую модель, которая к тому же еще максимально удобная и комфортная, но в итоге за прошлое лето я ее надел ноль раз. Вот так вот, просто идеально новые. Я даже не смог на них обзоры смотреть, потому что что-то как-то не хотелось, а потом просто уже был несезонный. Я подумал, ладно, это может быть к следующему лету, так сказать, моя новая пара в коллекцию. Но этого, к сожалению, не произошло. Я летом таскал какие-нибудь Vamera 5, которые у нас вот здесь прячутся. Очень классная модель, и у меня их было 3 расцветки, я 2 расцветки продал, потому что что-то как-то тоже поднадеяли. Но вот синие мне очень сильно нравятся. И вот там дизайн, кстати, не приедается. Хотя у меня Vamera 5, наверное, уже года 4 или 3, где-то вот в этом роде. А эти 1906 буквально даже год не владею, они мне уже надоели. Вот так вот и произошло. По материалам давайте немножко тоже пробежимся. Здесь вроде бы ничего плохого нет. Здесь хороший кожзам, установленный, знаете, как на спортивных асексах, который даже имеет небольшую текстуру заломов, и то есть у вас заломы будут не видны практически. Сетка такая 3D, которая продувается, дай боже, великолепно. Вот на лето будет 10 из 10. Что есть еще интересно? Nike Running, вот эта пластмассовая вставочка. Мы такое дело уже видели на каких-нибудь Vamera 5, потому что там тоже задник пластиковый. Обычно в кроссовках это прячут под текстиль, под вот эту всю набивку, а тут это вынесли у нас вот сюда. Вот здесь у нас Naked Boots спрятан. И чего еще? Пена. Ну, в принципе, по пене, что говорить. Хорошая, классная торсион вставка, которая называется у нас по-другому. У Adidas'а, наверное, украли, а назвали Stability Web. И чего? Резина Energy, пластик, пластик, чем-то еще. Да больше-то ничего, если интересно, нет. Обычные кроссовки, которые мы сейчас с вами примерим. Хотел отметить еще стельку. Тут, если что, у нас внутри именно у этой расцветки, у этой пары. Достаточно интересная прострочка и подкладка по всему кроссовку. Все, примеряем. Давайте. Чего медлить? Полетели. Что ж, вот таким вот образом у нас выглядят эти New Balance 1906R сверху. И я все-таки сторонник того, что эти кроссовки нужно сочетать именно с какими-то карго-штанами. Если у вас есть хаки, то это вообще прекрасно, с моей точки зрения. Потому что они больше не беговушки, а какие-то полутрейловые, что ли, сникеры. Поэтому в горы, на низкие преры это прям то, что надо. Либо с какими-нибудь шортами, потому что это у нас, как я говорю до этого, обычные беговые кроссовки от бренда New Balance. И по первым ощущениям, когда я их только надел, я подумал, что они слегка мне маловаты. Или тесноваты, даже в некотором роде. Но вот здесь, например, у меня палец упёрся в эту сетку, или не сетку, даже акуш-дамную ставку. Но с другой стороны, я понял, что это все дело улетучивается буквально через пару минут, потому что эти кроссовки принимают вашу форму, и они супер податливые. Что к уж дам, что вот эта сетка супер мягенькая, вроде бы все тянется, поэтому каких-то проблем с разноской этих кроссовок точно у вас не будет. Ну и вот такой вот у нас визуальчик. В этих кроссовках вы не получите какую-то запредельную мягкость. Да, пена хорошо отрабатывает на мои 75 килограмм, я не чувствую какого-то дискомфорта. Это не плоские кроссовки, у них отличный перекат. И главное, что вместе с амортизацией у них есть еще и так же хорошая стабилизация. То есть это не как спиритейны 2000-е, когда вы хотите завалиться направо и спокойно улетаете. Здесь очень даже неплохая поддержка и просто так завалиться у вас не получится. Поэтому вполне себе не дурно и вполне себе даже мягко. Это, конечно, максимально субъективно, но если вы стоите на перепути брать себе 1906-й небэланс или не брать, то лучше в 2024 году избежать покупки этих кроссовок и взять себе что-нибудь поинтереснее либо что-нибудь вообще максимально другое отстраненное. Потому что в этом году достаточно много есть интересных кроссовок и в дальнейшем, естественно, я про них расскажу. Но, в общем-то, если у вас есть, естественно, эти кроссовки, то носить не переживайте, все нормально. Я не знаю, откуда у меня сформировалось именно такое мнение. Возможно, 2002-х небэлансов было слишком много, они мне подмедели. А тут просто продолжение подошвы, знаете, как рестайлинг какой-нибудь модели. Ты понимаешь, что это какой-нибудь Hyundai Solaris. Его рестайлили, но это все тоже Hyundai Solaris. И тебе он уже как-то не нравится. Да, в свои годы это было сказкой великолепия в деталях, но сейчас уже что-то, ну, знаете, такое не очень. И лучше взять что-нибудь другое. В общем-то, пара-то, с одной стороны, великолепная, но, с другой стороны, посмотрите себе другие кроссовки. На этом у меня все. Всем спасибо огромное за просмотр. Эти синкерсы вы найдете в моем телеграммчике, так что подписывайтесь и ставьте лукчанский. Всем покедоки. see you again. Продолжение следует...